Егор Александрович Туровский, пожалуйста, который расскажет нам о наночастицах. Дорогие коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад «Молекулярные механизмы цитопротекторного действия наночастиц различного происхождения в модели ишемии подобных условий. Роль астроцитов». Значит, инсульт, по данным Ассоциации по борьбе с инсультом, ежегодно происходит до 450 тысяч инсультов. Летальность при этом составляет 30%, и около 10% пациентов остается тяжелыми инвалидами. Значит, Андрей Юрьевич Абрамов подробно уже рассказал о внутриклеточных механизмах, которые происходят во время ишемии или ишемии подобных условий. Скажу кратко, что мы наблюдаем нарушение функционирования натрий-кальцевой АТ-фазы, ионный дисбаланс клетки, метахондриальная дисфункция происходит, происходит высвобождение огромных концентраций глутамата, то есть глутаматная, кстати, токсичность, происходит открытие, активация глутаматных возбуждающих рецепторов, входит большое количество ионов кальция в цитозоль клеток, и происходит индукция различных ферментов, связанных с активацией апоптоза и некроза. Также во время ишемии и реоксигенации происходит стресс эндопазматического ретикулума. Значит, последние десятилетия большое внимание уделяется наночастицам, в том числе для терапии ишемии мозга. На самом деле патентов и применения наночастиц в клинике достаточно мало, потому что их нужно очень подробно исследовать, имеются ограничения, имеются побочные эффекты, но в целом исследования сосредоточены на наночастицах из металлов и металлоидов, это наноцерий, оксид железа, наночастицы из платины, селена, золота. Наш сегодняшний доклад будет посвящен преимущественно наночастицам селена. Также наночастицы получают из природных антиоксидантов, и существуют еще такие наночастицы, когда допируют, то есть активное соединение, активный препарат сорбируют на поверхности, например, металлической наночастицы. Либо бывает второй способ, это когда полимерные наночастицы имеются у нас, и внутрь них инкапсулируют активное соединение, то есть препарат. Значит, существует несколько способов получения наночастиц, которые подразделяются на две большие группы, то есть это химические методы, но при этом большое ограничение у этих методов в виде побочных продуктов, которые могут оказывать токсичность, либо ограничивать действие наночастиц. Второй метод — это физические методы получения наночастиц. Особенно интересен метод лазерной абляции. Именно о таких наночастицах, полученных таким способом, мы будем сегодня говорить. То есть этот метод, когда мы с пластинки, с твердого носителя, с помощью лазера получаем наночастицы со строго заданными параметрами, это очень стабильные наночастицы, которые не формируют агрегатов, и очень удобны, и где-то дешево, потому что химический метод, к слову, это дорого, получение наночастиц. И биологический метод получения наночастиц, который тоже широко используется. И, как говорят специалисты, если вы хотите получать биологическим методом наночастицы, наиболее стабильные, то вам лучше использовать цветок, ваша алоэ вера, например, который у вас на подоконнике растет, за которым вы всегда более-менее стабильно ухаживаете. Тогда у вас будут более-менее похожие наночастицы. При всех других способах каждую партию наночастиц нужно получать, охарактеризовывать, там большие проблемы с их сформированием агрегатов и так далее. Значит, продолжим. Селен. Это, значит, не металл, который представлен веществами в виде либо красноватого цвета, либо серого. Уникальность микроэлемента селена, он является жизненно важным микроэлементом. Он вступает в метаболизм, в отличие от различных других соединений, там наночастиц. Он входит в состав органических и неорганических соединений и является ключевым компонентом аминокислоты селеноцистеина. И, значит, интересно, что недостаток селена приводит к различным многочисленным нарушениям. В том числе в Китае существует регион, где просто люди получают слишком очень мало селена с продуктами питания, и там большое количество людей заболевает болезнью кишана. Значит, эффекты наночастиц селена, которые известны на настоящий момент. Это их противораковое действие, когда наночастицы селена ингибируют пролиферацию клеток, значит, ингибируют миграцию, при этом вызывают стресс андоплазматического ретиклума в раковых клетках и индуцируют апоптос. В иммунной системе показаны эффекты наноселена, которые реализуются через экспрессию ряда белков и кальциевую мобилизацию. Также наноселен показаны его эффекты при нейродегенеративных заболеваниях, при болезнях Альцгеймера, Генсингтона, Паркинсона. При ишемии показан ряд эффектов наноселена, когда происходит подавление ионов кальция, подавление продукции активных форм кислорода и так далее. При эпилепсии показаны тоже защитные эффекты наноселена. Мы получали с помощью метода лазерной абляции наночастицы селена диаметром порядка 100 нанометров. Здесь представлена одиночная наночастица, здесь их несколько штучек видно. Почему мы говорим, что ишемия подобные условия? Потому что это все проводилось в системе инвитро. Нашим объектом были преимущественно нейроглиальные, либо чистые глиальные страцитарные культуры коры мозга. Клетки мы выращивали на круглых покровных стеклах, окрашивали флуоресцентными зондами и монтировали на флуоресцентном микроскопе. Далее подводилась система для создания ишемических условий. Ишемическая среда — это среда, из которой удаляли глюкозу и удаляли кислород. У нас была вакуумная система, по которой мы подавали ишемическую среду в камеру с клетками, где онлайн в остром эксперименте производилась регистрация параметров физиологии клетки. При этом еще была система поддува аргона, чтобы не было контакта с атмосферным воздухом. Также в этой системе имелся шприц для аппликации различных соединений, калихор, АТФ. Здесь более подробно показано. У нас эта система заключалась в том, что это был подающий шланг, который подавал ишемическую среду клеткам. И рядом находился шланг, который с помощью водостровного насоса удалял излишки среды. То есть, в системе происходила рециркуляция среды, замена многократная. Как и говорил уже Андрей Юрьевич Абрамов, и мы будем встречаться в дальнейшем, ишемия, ишемия-подобные условия вызывают двухфазные ответы цитозольного кальция в нейронах и астроцитах. Как мы можем видеть, первая фаза — это обратимое повышение цитозольного кальция, которое является признаком гипервозбуждения. А вторая фаза — это уже глобальное повышение цитозольного кальция, которое приводит к повреждению гибели клеток. Когда мы наночастицы селена добавляли на 24 часа в концентрации полмикрограммы в миллилитр, то мы можем наблюдать, что полностью блокировались в большинстве клеток и астроцитов, и нейронов, и астроцитов, как первая фаза ишемического ответа, так и глобальная фаза повышения кальция. В результате здесь клетки покрашены пропидиум-иодидом. После эксперимента появление красной флюоресценции, красного цвета, это значит, клетки погибли во время эксперимента по некротическому пути. Во время ишемии гибнет более 80% клеток. Тогда как после предварительной инкубации с наночастицами селена гибель от ишемии снижалась до уровня контроля. Второй фактор повреждения клеток, который мы исследовали, это условия ишемии реоксигенации. То есть мы проводили ишемическое воздействие либо 2 часа, либо 40 минут, а затем клетки возвращали для реоксигенации на 2-4 часа. После этого мы проводили виталити-тесты, окрашивали клетки пропидиум-иодидом и хеокстом и смотрели индукцию некроза, апоптоза, в том числе ранних стадий апоптоза. Оказалось, что после действия ишемии и реоксигенации живых клеток остается в поле зрения меньше 10%. Остальные клетки находятся либо на поздних стадиях апоптоза, либо это некротическая гибель клеток. После воздействия наночастиц селена в концентрациях полмикрограмма, либо 2,5 микрограмма, мы видим, что выживает большая часть клеток кортикальных. В части, порядка 10%, мы регистрировали ранние стадии апоптоза, некроз практически был подавлен, и какая-то часть клеток находилась в апоптозе. С помощью ПЦР-анализа мы проследили изменение паттернов экспрессии генов, кодирующих белки, вовлеченные в апоптоз, либо некроз. Оказалось, что наночастицы селена подавляют гены, кодирующие пропаптодические белки, так же, как и большинство генов, которые кодируют белки, вовлеченные в некроз. То есть, наночастицы селены показали выраженное цитопротекторное действие в модели ишемии реоксигенации. Далее мы захотели поисследовать, как наночастицы селены действуют на продукцию активных форм кислорода. Для этого клетки мы загружали индикатором активных форм кислорода, DCFDA. Здесь показано, что зеленая флюоресценция – это зонд DCFDA, МТР-ФМ – это метатрекер РЭД, который является маркером митохондрии. И в основном данный зонд DCF локализован в цитоплазме, но и в некоторых местах он колокализуется с митохондриями. Поэтому мы будем называть, что мы измеряем общие АФК. Как мы можем видеть на данном рисунке, аппликация гидроперекиси в нейроглиальную культуру вызывает двухфазное повышение продукции активных форм кислорода клетками. Причем данный эффект более выражен в нейронах, то есть скорость продукции здесь выше активных форм кислорода, нежели в астроцитах. Но когда клетки мы приинкубировали 24 часа с наночастицами селена, то наночастицы селена уже в концентрации полмикрограмма в миллилитр были способны подавлять продукцию активных форм кислорода, индуцированную гидроперекисью. Для сравнения, здесь мы использовали токсифалин или дегидрокверцитин в концентрациях, схожих с селеными наночастицами. Эффект подавления АФК мы наблюдали только при 10 микрограммах в миллилитр. Токсифалина и вообще данный антиоксидант, как и многие другие антиоксиданты, используют в концентрациях от 100 микромоль вообще. Далее мы захотели оценить, что происходит с экспрессией киназ и генов, кодирующих киназ и различные рецепторы, после воздействия наноселена и после воздействия ишемии реоксигенации. Оказалось, что наноселен увеличивает базовую экспрессию генов, кодирующих фосфоназитол-3 киназу, и данная тенденция сохраняется в том числе и после ишемии в присутствии наночастиц селена. И также увеличивается экспрессия генов, кодирующих протеин киназу С. Данные по фосфоназитол-3 киназе, который является защитной киназой, мы подтвердили с помощью иммуноцитохимического окрашивания. Кроме того, наноселен повышает базовую экспрессию генов, кодирующих БДНФ, нейротрофический фактор мозга, экспрессию P2Y-рецепторов и в том числе фактора NFKPB. Интересно, на что мы обратили внимание, что происходит самое мощное усиление экспрессии гена и белка, кодирующая поэтрикеназу. А поэтрикеназа вовлечена в такой процесс, который называется реактивный астроглиоз. Реактивный астроглиоз бывает двух типов. Это своего рода перерождение глиальных клеток. Он бывает двух типов. А один тип реактивного астроглиоза, назовем его вредным, токсичным, когда астроциты теряют свои функциональные способности, и они перестают защищать нейроны от повреждений и гибели, а наоборот даже начинают продуцировать и выделять провоспалительные факторы. А два тип реактивного астроглиоза, это наоборот. Астроциты сохраняют свое функциональное состояние и способны помогать нейронам выживать, в том числе в ишемических условиях. Маркером, самым простым индукцией реактивного астроглиоза является GFAP, глиальный фибриальный фактор. Оказалось, что наночастицы селена, предварительно, если с ними инкубировать клетки, то они не вызывают увеличение экспрессии гена или содержания белка GFAP. Но если мы проводили ишемию, реоксигенацию после, при инкубации с наночастицами селена, то мощно возрастала экспрессия GFAP. Также мы провели ПЦР-анализ целого комплекса генов, вовлеченных в индукцию реактивного астроглиоза, и определили, что в целом, в основном, наночастицы селена способствуют активации А2-типа, то есть защитного реактивного астроглиоза. Ну вот, как мы можем видеть, что показано дальше, цитопротекторное действие нано-селена происходит, и мы видели, что происходит экспрессия ряда киназ и рецептора, например, P2Y-рецептора. Эта вся машина связана с кальциевой сигнализацией. Также мы видели, что при инкубации с наночастицами селена снижает, подавляет практически глобальное повышение цитозольного кальция во время ишемии. Поэтому мы решили поисследовать сигнальную систему кальциевую, которую активируют наночастицы селена. Оказалось, что аппликация наночастиц селена к нейронам в концентрации низкой, либо в гораздо более высокой не вызывает кальциевых сигналов в нейронах. Но в астроцитах мы наблюдаем при этом. Они находятся в одной культуре, это нейроглиальная культура. Астроциты отвечают кальциевыми ассоцилляциями наночастицы селена. Для того, чтобы исследовать сигнальный путь, аппликацию наночастиц селена проводили в номинальной бескальциевой среде с добавлением ГТА. Мы видим, что происходит генерация кальциевых ответов на наночастицы, но амплитуда их существенно снижена. В другом эксперименте мы опустошили запасы эндопазматического ретикуума в астроцитах с помощью аппсигаргина, добавили наночастицы селена и увидели, что не происходит кальциевого сигнала. Каким образом происходит у нас мобилизация кальция из внутриклеточных пулов? Это либо ренадиновый рецептор, либо ИП-3 рецептор. В данных двух экспериментах мы блокировали ренадиновый рецептор с помощью донтролена, либо ренадина, и мы видим, что сохраняются кальциевые ответы на наночастицы селена. Но, когда мы блокировали ИП-3 рецептор с помощью 2АПБ либо аксистоспангеноси, то кальциевые сигналы практически отсутствовали на аппликацию наночастиц. Также в сигнализации астроцитов важную роль играет секреция, секреция билеотрансмиттера, секреция ТФ. Когда мы с помощью бафиломицина А блокировали визикулярную секрецию, то мы видели существенное подавление кальциевых ответов астроцитов. В какой-то степени они сохранялись. Однако, когда мы производили ингибирование именно кальций-зависимой визикулярной секреции с помощью тетанустоксина, то кальциевые сигналы в астроцитах практически подавлялись в большинстве астроцитов. Апераза, АТФ-деградирующий фермент, также практически полностью подавлял кальциевые ответы астроцитов на наночастицы. И, как мы видим, когда мы блокировали P2Y-рецепторы с помощью антагониста, то мы наблюдаем только одиночные кальциевые ответы в отдельных астроцитах. И когда мы добавляли к блокатору P2Y-рецепторов еще антагонист P2X-рецепторов, то кальциевые сигналы полностью отсутствовали. Потому что часть астроцитов может экспрессировать функционально не только P2Y, но и P2X-рецепторы. В данном эксперименте мы видим, что мы блокировали коннексиновые каналы с помощью карбеноксалона и также видели подавление кальциевых сигналов астроцитов на наночастицы. Таким образом сформировалась схема сигнальная. Таким образом наночастицы отвечают, реагируют на селеновые наночастицы. Значит, наночастица селена проникает внутрь астроцита с помощью эндоцитоза. Проникнутую внутрь клетки, она активизирует фосфолипазу С. Каким образом активизируют, не мы, никто не знает до сих пор. Ну, все пишут, говорят, наночастицы, наночастицы любые, в том числе наноселен, обладают высокой реакционной способностью. Ну, что называется, говорим, говорим. Но мы не знаем, как активируется данная фосфолипаза. Но знаем точно, что образуется ИП3, происходит активация ИП3-рецептора и мобилизация кальция из эндоплазматического ретикулума, что приводит к открыванию коннексинового 43-го канала и происходит паракринная регуляция, то есть выделяется АТФ, лактат, который действует как на соседние астроциты, и у нас тогда начинает все поле отвечать кальциевыми сигналами, и в том числе на нейроны. И когда мы запускаем данный сигнелинг, то уже там где-то через 2-4 часа или даже через меньше часов мы наблюдаем изменение экспрессии, как базовой, так и после ишемических воздействий. Вот в том числе мы определили, что там происходит. Когда мы делали эти эксперименты, нам, значит, как развивалась история, значит, мы делали эксперименты с наночастицами, мы еще до кальция даже не дошли, не дошли даже до исследования сигнализации кальциевой и увидели эффекты. В том числе мы увидели, что наночастицы высокой концентрации могут вызывать какие-то токсические действия, индуцировать, активировать, например, каспазу третью, что мы увидели по зонду Нуквью. И тут же у нас был другой препарат наночастиц, где мы не видели совершенно, мы видели только положительные эффекты. Мы звоним нашим коллегам, которые делали наночастицы, и спрашиваем, ребят, чем принципиально отличаются препараты? И нам ребята говорят, да, принципиально ничем, отличаются просто вот диаметром, и все там как бы на баночках подписано. Первая партия была 50 нанометров, а вторая партия 100 нанометров. И, значит, оказалось, что мы опубликовали эту работу, мы объяснили механизм индукции апоптоза и так далее. Но зародилась мысль о эффекте размера наночастицы на кальциевую сигнализацию и на их цитопротекторное действие. Оказалось, что когда мы берем наночастицы размером 50 нанометров и смотрим изменение кальциевой сигнализации при ишемии, то мы не видим полного подавления глобального повышения кальция. У нас как бы часть астероцитов у них уменьшается, одна популяция астероцитов, ОГД, ну, ишемический ответ, у других нет. Но когда мы берем наночастицы диаметром 100 нанометров, то, как мы показывали раньше, происходит как бы вот полное подавление практически ишемических ответов. А когда мы берем более большие наночастицы диаметром 400 нанометров, ну, здесь как бы можно сказать, что комбинированный сигнал, то есть мы подавили глобальное повышение цитозольного кальция, но остались какие-то осцилляции, то есть это признак гипервозбуждения в ответ на ишемию. Как оказалось, с помощью ингибиторов путей секреции оказалось, что в проникновении внутрь клетки наночастиц диаметром 100 нанометров и 400 нанометров задействовано два пути эндоцитоза. Это микропиноцитоз и кватринзависимый эндоцитоз, то есть эти наночастицы проникают внутрь клетки с помощью двух одновременных способов и оказывают более выраженное цитопротекторное действие. Ну вот мы вкратце посмотрели, что размер наночастицы имеет значение, и у нас возникла идея, а может быть, и вообще сейчас появился тренд, что из разных наночастиц различного происхождения выращивают более крупные наноструктуры. Мы, значит, попросили наших коллег, чтобы они нам из сферических наночастиц вырастили селеновые нано-палочки, ну, нано-родс. Оказалось, очень сложной и нетривиальной задачей, но ребята справились, они большие молодцы. Вот здесь представлены как раз вот эти вот селеновые нано-палочки, и мы поисследовали их механизмы действия на клетки мозга, прежде всего на астроциты. И вот как мы можем видеть, здесь регистрируем динамику кастозольного кальция в остром эксперименте, добавляем различные концентрации селеновых нано-палочек. И вот мы видим характер ответа. То есть здесь происходит вот такое вот медленное повышение цитозольного кальция. Всегда происходит повышение базового уровня кальция. А когда мы используем спирические нано-частицы, то в основном происходит кальциевая осцилляция такие, да? И мы определили величины ЕЦ-50. Для селеновых нано-палочек величина ЕЦ-50 составила 4,9 мкг в мл, а для селеновых нано-частиц существенно меньше, 864 нанограмма в мл, что очень важно. И как мы видим, эти кальциевые сигналы по форме, по амплитуде, по своими С-50, они существенным образом отличаются друг от друга. То есть два типа нано-частиц. И здесь схема эксперимента, где мы в бескальциевой среде, как мы показывали, для сферических нано-частиц, в бескальциевой среде происходит генерация кальциевых осцилляций, но у них амплитуда подавляется. Здесь мы видим, что в бескальциевой среде происходит мощное нарастание все равно кальциевого сигнала на селеновые нано-палочки, но в отсутствии мобилизации из эндоплазматического ретикулума кальциевые ответы отменяются. То есть в обоих случаях, при обоих типах нано-частиц, ведущим является мобилизация кальция из эндоплазматического ретикулума в кальциевом ответе. Но вот здесь все-таки в случае селеновых нано-палочек, видимо, влечены еще дополнительные сигнальные системы, что нужно будет исследовать. Оказалось, что цитопротекторное действие вот этих вот селеновых нано-палочек зависят от их актин-зависимого эндоцитоза. То есть когда мы блокировали эндоцитоз с помощью цитохолазина D, то мы, во-первых, отменяли защитное действие на глобальное повышение кальция, индуцированное ишемией. То есть мы вот здесь видим, какая тут кривая получается, вот эта вот оранжевая клетки. Остроцит отвечает глобальным повышением. И также на гибель клеток. Когда у нас селеновые нано-палки полностью существенно блокировали, ингибировали гибель клеток, то когда мы блокировали их путь проникновения внутрь клетки, эффект отменялся. Также оказалось, что селеновые эти нано-палочки, они способны сами, в отличие от селеновых вот этих вот сферических наночастиц, сами по себе активировать реактивный астроголиоз, увеличивать экспрессию GFAB как на уровне генов, так и на уровне самого белка. И данная тенденция к реактивному астроголиозу сохранялась и в условиях ишемии и оксигенации. Причем блокад арактинозависимого эндецитоза отменял вот это вот действие на реактивный астроголиоз нано-палочек. Вот вчера присылали нам результаты из Узбекистана, коллеги. Я здесь немножко даже чуть листочком воспользуюсь. Здесь цель была такая. Нас заинтересовало, считается, что более вытянутые формы, вот эти нано-палочки, нано-стержни, что они могут задерживаться большее время в организме и выделять тот же самый селен в организм в большем количестве. То есть они более стабильные и могут оказывать более пролонгированный эффект. Возникла идея сделать эксперименты in vivo по окклюзии сонной артерии. И за это взялись наши коллеги из Узбекистана. Когда мы с ними договаривались, мы даже целенаправленно хотели получить отрицательный результат. То есть нас не интересовало предварительное введение наночастиц. Такие эксперименты делались и с ЦЕРИМ, и с различными другими наночастицами, в том числе какие-то работы с селеном были. Но мы же не знаем, когда нас хватит инсульт. А когда с нами произошел инсульт, нам бы хорошенечко быстренько от него восстановиться. Поэтому нас интересовал терапевтический режим. То есть здесь, получается, создавали окклюзию сонной артерии на 120 минут. После чего проводилась реперфузия. И поведенческие неврологические параметры после инсульта они регистрировали в течение двух дней. Значит, оказалось, что... А, и вводили мы просто в мизерную концентрацию селеновых наночастиц один микрограмм на грамм массы. То есть это совсем мало. Это на уровне, я не знаю, гомеопатии. И вводили не опять же в вену или куда-то там, или не в нос, а вводили внутребрюшинно. И даже при такой постановке эксперимента получили замечательные результаты. Оказалось, что по шкале Бедерсона они оценивали неврологическое состояние крысы. Когда ноль — это абсолютно здоровые, а пять — это умершие или при смерти находящиеся животные. Оказалось, что группа, которая получала наночастицы селеносферические, у них по шкале Бедерсона их неврологическое состояние оценивалось в двойку, которые не получали лечения, — это три. Интересно оказалось, что, когда они оценивали поведение, это вот разница в кручении животных, то здесь потрясающие эффекты были получены при действии наночастиц. Когда группа, которую лечили, показала меньшую асимметрию в сравнении с группой ишемической, вот здесь 14% против 75%. При этом площадь инфаркта не зависела от введения наночастиц. Но это, как говорится, клетки какие умерли, такие и умерли. И наночастицы же вводились уже после инсульта в терапевтическом режиме. Здесь мне еще не предоставили результаты по этим селеновым нано-ароц, но сказали, «Егор, когда ты получишь эти результаты, ты будешь в шоке. Будем ждать». Еще хотелось бы упомянуть такой эффект, такую особенность наноселена — это плеотропность его действия. То есть, как мы показываем на астроцитах, на нейронах мозга, наночастицы селена защищают от гибели, защищают от повреждения. Они подавляют продукцию активных форм кислорода, блокируют апоптоз. Но, когда мы берем раковые клетки, то работает все та же самая машина, когда происходит эндоцитоз визику, происходит активация всей сигнальной машины, но в раковых клетках происходит наоборот индукция апоптоза, происходит мощный стресс эндоплазматического ретикулума, и в раковых клетках индуцируется как раз, получается, в клетках мозга наноселен оказывает цитопротекторное действие, а в раковых клетках он оказывает цитотоксическое действие. Это замечательная особенность наноселена. И раз уж у нас было сказано, что у нас наночастицы различного происхождения, то здесь мы хотим показать просто наночастицы церия. Церий как бы это... Его часто используют как транспортера веществ, и даже как какого-то нейропротектора. Но оказалось, что у наноцерия, он сам является мощным продуцентом активных форм кислорода, в таких вот концентрациях, он сам индуцирует продукцию АФК, а защищает от ишемической продукции активных форм кислорода только в узком диапазоне концентрации. Наилучший эффект при 10 мкг в мл. Как показали наши измерения кальциевых сигналов, ЕЦ-50 даже для него составляет 20 мкг в мл. Это колоссальная концентрация, очень большая. И цитопротекторные его действия при модели ишемии были менее выражены, и эффект наблюдался самый хороший при 10 мкг в мл. И, как оказалось, когда посмотрели экспрессию генов, то он затрагивает незначительное количество генов. Это вот эти вот гены. В целом, спасибо за внимание. Может быть, кто-нибудь заинтересуется наноселеном, потому что это очень перспективная история. Всё, спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли у нас вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня три вопроса, два технических. Первый по лазерной абляции. Я просто не очень знаю, как делают она частицы абляции, а как регулируется размер на пальцах, я не знаю. Ну вот там у них, я вам тоже подробно это не расскажу, потому что просто берётся, как бы, в кузнице делается плоская, полированная мишень, вот, из селена. Она кладётся под лазер, и это регулируется настройкой лазера. Прежде всего, настройка лазера, это подбирается достаточно серьёзный процесс. И когда они подбирают настройку лазера, то получают наночастицы, как бы их выбивает из этой полированной поверхности. А потом ещё происходит центрифугирование, центрифугирование последовательное на нескольких центрифугах. Может быть, они тогда на центрифугах отделяют по размерам. Да, на центрифугах они ещё отбрасываются все лишнее. Да, наверное, тогда понял. Второй вопрос, он опять технический, и, может быть, опять же, делали не вы, а ваши коллеги, вот где слайди на 23-м, по-моему, у вас было как раз про вот эти вытянутые наночастицы селена, и там были их динамические вот этот вот радиус в воде. Я так понимаю, это там DLS был. Если вы знаете, а DLS нормально, мерят не округлые объекты, потому что я просто, насколько я понимаю, технически этот метод рассчитан на круглые объекты. И мне вот просто чисто самому методически интересно, не даёт ли он сильных артефактов на вытянутых объектах. О, может быть, он что-нибудь и даёт, какие-нибудь артефакты, может быть. Потому что вот эту вот работу как раз «Селенного имена народа», мы опубликовали вот две работы, одну вот как при работе в мозге и как противоракового агента. И там действительно, вот вы правы, к нам были очень большие вопросы именно по характеристике этих селеновых нанородств. Потому что, ну, по факту, ну, мы, наверное, одни из первых, кто их получил и подробно охарактеризовал. В принципе, вот вы это в наших работах можете увидеть. Вот у нас вот в 23-м году вышло две работы, и там их очень подробно ребята вот из Института общей физики охарактеризовали. Там возникали вот вопросы к этому, и там серьёзная работа по их характеристике была проведена. Комплексом методов, спектральными методами различными. Спасибо. И третий вопрос такой более общий, как раз, собственно, опять же, про вот эти палочки. Вопрос такой. Я, насколько знаю, вот классическая история про опасность асбеста была в том, что асбест склонен образовывать палочки, которые, с одной стороны, не могут быть полностью фагоцитированы, с другой стороны, они всё-таки пытаются, клетки их пытаются фагоцитировать, и как бы вот этот вот асбест, он застревает между как бы фагоцитозом и ненахождением в клетке, и вот за счёт этого достигается вот основная проблемность асбеста. Вот поскольку это скорее такая физическая проблема, связанная с его такой вытянутой формой, у меня вопрос, чем отличаются вот эти палочки селена от истории вот вредных таких вот вытянутых кристаллических структур типа асбеста. Вот даже, что называется, как это, так-так-так-так, графит, ну вот на основе графита даже вот, углеродистые различные, нано-палочки какие-то, нано-трубки, их много, и вот там тоже люди говорят, что как бы есть определённые побочные эффекты, сниженные эффекты, но они все говорят, что как бы самый супер заключается в том, что как бы большая поверхность, они дольше остаются как бы в организме и могут как носитель больше выделить активного соединения. Здесь особенность в том, что как бы сам селена является как бы жизненно важным микроэлементом, и вот... А они разрушаются в организме в процессе вот этих... Да, вступают в метаболизм. То есть они довольно... А вы характеризовали, как быстро они разрушаются в организме, именно вот эти вот палочки, или это сложно? Мы конкретно нет. У нас вот есть такая идея, есть оборудование, вот Сергея Владимировича Гудкова, где вот можно как бы их вводить животным, а потом органы и ткани сжигать и получать как бы именно вот как раз концентрацию селена. Здесь просто проблема в том, что вот мы их недавно, ну не так давно получили, или их там что-то там долго, там департамент должен работать целый месяц, чтобы такую баночку его синтезировать. И вот то, что они сейчас синтезировали, мы отправили буквально позавчера в Узбекистан на вот эту вот ишемию. А так как бы это в планах, это есть по наноселену, по селеновым нанород, как он там, как он выводится, его токсичности практически работ нету. Вот здесь вот, вот здесь вот мы как бы, здесь вот наша ниша, и мы здесь, наверное, впереди, я думаю, даже многих, может быть, даже всех. Ну, спасибо. Спасибо. Есть ли еще у нас вопросы, буквально коротенькие, или вопросов нет? Онлайн тоже у нас нет вопросов, я так понимаю. Тогда спасибо, Егор Александрович.